Если хочешь поближе узнать человека, пригласи его в гости ночью в эфир. Ночной гость на канале Пермь на РБК. Здравствуйте, в эфире программа Ночной гость. С вами Оксана Иваева. И Дмитрий Кутевин. Здравствуйте. У нас в гостях Сергей Минаев, генеральный директор компании Евразия. По моему мнению, человек, который знает о туризме все. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, Сергей Иванович. В этом году вашей компании исполняется 25 лет. То есть это самая первая вообще в Пермском крае частная компания, которая занялась туризмом. Не страшно было хлеб-то забирать у спутника и интуриста в свое время? Как не страшно. Любой человек, который начинал заниматься предпринимательством в то время, это был 88-й год. Да, когда существовала коммунистическая партия и наши государства, Советский Союз. И слово «кооператор» или «предприниматель» воспринимали далеко не все положительно. Ну, вызывало опасения. Но просто те виды туризма, которые мы начали развивать, они не были востребованы в крупнейших туристических компаниях государственных или полугосударственных, таких как «Спутник» и «Интурист». Поэтому мы просто открыли новую нишу, новое направление в туризме. И вот до сих пор 25 лет его развиваем. Евразия возникла как туристическая компания на базе Федерации спортивного туризма. То есть это собрались люди, которые были профессионалами в путешествиях, требующих определенных физических усилий. Сейчас это называется активный туризм, частично экстремальный туризм. А тогда был просто спортивный туризм. Проводились соревнования как на территории края, тогда в области Пермской, как на территории России, так и на территории Советского Союза. И присылались звания и первый разряд, и кандидат в мастер спорта, и мастер спорта. И вот люди, которые получили высокие звания и добились в туризме значения успехов, они решили организовать туристическую фирму, способную проводить любой поход на любой точке Советского Союза для не особо подготовленного человека. То есть это сплавы, горы? Да, это были и восхождения на вершины, это были сплавы, это были пешие походы, лыжные походы, и спелепутешествия. То есть объединились люди, которые были профессионалами именно в этих направлениях. Но иностранных туристов найти для этого, это же, мне кажется, проблематично. Поговорка же есть известная, что русскому хорошо, то немцу смерть. Где вы их находили, это иностранных туристов, которые вообще были готовы к этому? Это была отдельная история, поскольку, естественно... Интернета нет, сейчас все просто. Да, в то время ни интернета не было, и представление о нашей стране, о Советском Союзе было достаточно негативно. Это еще Пермь закрытым городом. Да, да. Медведи, балалайки, водка. Нет, дело не в этом. В первую очередь именно то, что вы сказали, это закрытый город. До 1988 года ни один иностранец из капиталистической страны не мог въехать в Пермь, поскольку это был закрытый город. И когда мы пригласили первую группу иностранцев, то, естественно, это вызвало большой интерес у специальных органов. Они были заинтересованы узнать, кто приехал, зачем уехал, зачем приехал и что они собираются делать. Но это было естественно, это просто было удивление. То есть, 18 американцев из Калифорнии, студентов университета, приехали на сплав на реку Вишеру в Пермский край. Как же так? Кто их пустил? Почему разрешили? Когда у нас было все закрыто, везде секретная зона, может, они какие-то взяли с собой приборы, чтобы измерять, где у нас тут эти радиоактивные запасы спрятаны, или ракеты, где расположены. То есть, вот такая была реакция. Первая реакция была, что, ну, чего же они вдруг приехали. Никто к нам никогда не ездил, вдруг появляются молодые симпатичные ребята, американцы, и путешествуют по Пермскому краю. Найти было крайне сложно. Конечно же, первых иностранцев-туринцев нашли через Фонд мира. Была такая организация. То есть, я лично ездил к президенту Фонда мира Светлане Савицкой, летчик-космонат, герой Советского Союза. И мы просили деньги на именно организацию первого от этого приема иностранцев. И первые туры были некоммерческие. Это был обмен студентов, студентов пермских вузов и студентов вузов Калифорнии. И в обмен на путешествие по реке Вишера наши студенты пермские поехали в Соединенные Штаты на реку Колорадо в Гранд-Каньон. То есть, в то время, в 89-м, 90-м году съездить в Америку – это все равно что слетать на Марс. Притом за бесплатно, за деньги американских спонсоров. И поэтому, конечно, был огромный конкурс. То есть, большое количество студентов хотели участвовать в этом проекте. И в Америку, и в Гранд-Каньон, в Колорадо. Вот это были первые туристы. Но это были туристы по линии Фонда Мира. А потом… А коммерческие туристы как появились? Ну, коммерческие туристы. Надо было что-то зарабатывать и как-то платить людям зарплату, и оплачивать все вот эти вот поездки. Ну, один мой знакомый сказал, что его друг живет в Дании. Московский университет, специальная стереотическая физика. И вот сейчас он там женился на дочанке и там живет. Сказал, Сергей, так вот ты открой визу Даню, возьми фотографии и ходи по Копенгагену. Предлагаю, скажите, вот я из Перми. И примерно так и сделал. Представляешь эту картинку. Я взял жену-переводчицу в 90-м году. Его жена говорила по-русски, моего товарища. И мы стали ходить по туристическим фирмам. Это была просто такая русская наглость еще. Был Советский Союз. Я говорю, вот смотрите, какая у нас красивая природа, какие у нас замечательные гиды. Давайте, посылайте к нам иностранных туристов. Естественно, любой выход на рынок какой-либо страны, это не просто так. Ты приехал, те поехали. Вначале посылаются эксперты, которые проходят этот маршрут, смотрят, насколько он безопасен, насколько комфортен. Они снимают фотографии, пишут определенные материалы. Также приезжают журналисты из той или иной страны, из туристских изданий, которые тоже оценивают. И потом делают промоушен, рекламу данному путешествию. И после этого уже появляется первый турист. Это достаточно длительный процесс, который занимает год, два, полтора. Не то, что ты пришел, показал, и все поехали. И много было сложностей с открытием визы, и с обеспечением продуктов. Потому что в начале 90-х годов не было, даже нечем было туристов кормить. И нам приходилось путем бартера выменивать тушенку, сгущенку и другие консервы, чтобы эти иностранцы, бедные у нас в походе, не умерли. Это был целый отдел, который занимался доставанием продуктов питания. Бросить-то не хотелось, чтобы какие-то черестернии к звездам. У вас экстремальный бизнес даже был, а не только экстремальный туризм. Нет. Во-первых, все люди, которые работали в Евразии, они очень любят туризм. Они сами путешественники, они получали удовольствие нахождения в дикой природе. И тем возможностью другим людям неподготовленнее объяснить, как можно организовать жизнь, допустим, в лесу, как можно ночевать в палатке при температуре минус 35 градусов и не умереть при этом. У нас были такие истории, когда у нас туристы голландские отправились недалеко от моей поездки. Упал очень низкий минус. Когда они вышли к деревне ближайшей, на лыжах был лыжный поход, они подошли к почте, там висел градусник. Они увидели температуру минус 35, тут же написали всем письма, что они национальные герои Голландии, что нигде голландец не способен ночевать в температуре. Но у нас специальное снаряжение, хорошие пуховые, спальники, палатки с печкой, профессиональные гиды, которые могут организовать относительно комфортную жизнь в любой точке Советского Союза. Сергей Иванович, а как долго у вас это направление существовало только одно? То есть бедных, несчастных иностранцев, не привыкших к тяготам русской жизни погружать? Тайгу. Нет, существовало направление, оно существовало и до сих пор существует. И сейчас тоже приезжает? Да, и сейчас приезжает. Кому там слишком хорошо, чтобы понять, как... На контрасте. Есть очень много историй, какие люди приезжают и зачем. Я отвечу еще, какое направление второе. То есть в начале 90-х годов наши соотечественники начали выезжать за границу. Ну, первые туры все были в основном, это был шоппинг. То есть организация поездок за покупку каких-то товаров. Ну, отдыхать тогда просто не на что было. Да, и вот что было, я считаю, хорошо, что мы сделали для пермяков, то мы организовали первые туры в Париж. То есть первые туры в Париж, минуя государственные органы, государственные, вернее, фирмы, которым нужно было достаточно много справок, достаточно сложно было попасть. У них были ограничения, у них было то нельзя, это нельзя. А мы организовали для всех желающих поездки в Париж. Вы знаете, когда первый раз в Париже оказались? Ну, я давно... У меня другая история. Я в Париж оказался 30 лет назад. Нет, так получилось, что я поэтому знал этот город и мог сказать, что любой пермяк, который туда поедет, ему понравится. Да, это не надо говорить, это просто общеизвестный факт. Гиды, которые ездили в первый раз, это были профессиональные географы-историки, которые знали Париж настолько хорошо, что даже приехав в первый раз, они могли свободно вести экскурсии по всем парижским музеям. И у нас не было необходимости нанимать каких-то экскурсоводов-французов. И они просто, эти гиды, выполняли роль таких как бы нянек за нашими туристами. Потому что, когда человек первый раз в жизни попадает за границу, тем более в Париж, а он советский человек, еще член коммунистической партии, то у него начинаются соблазны возникать различные. Если в группах с отправляемыми государственными какими-то или комсомольскими туристскими организациями был всегда куратор, который следил за поведением, писал справку, кто что-то дорушил, у нас такого не было. У нас была просто нянька. Какая-то нянька, которая вот эту группу вел и показывала о всех интересных вещах. Какие соблазны были? Париж, вот такой город. Русский хорист, рублика, мораль. Это был не Париж, это был Стамбул. То же самое, что фильм. Понятно, что, я не знаю, насколько вы помните, 90-е годы, когда у нас ничего не было в магазинах, да, и когда вы приезжаете, видят... С такими глазами? Да, естественно, это производит культурный шок. Ну, а вели себя некрасиво. Приходилось краснеть за наших пермских туристов? Нет, у нас как-то... То есть не было вот этого Тагил? Нет, нет, Тагил появился потом, когда были заработаны деньги в конце 90-х годов, да, и любой человек, приехав с большими деньгами, мог себе сказать, что я тут король всего, короче, да. В 90-е годы в Париж ездили в основном люди в начале 90-х интеллигентные, у которых какие-то были определенные сбережения. Кто хотел заработать, ехали за покупками в Турцию, в Китай и в другие страны. Вот так, собственно, с этого момента начал развиваться туризм в Пермском крае с начала 90-х годов. Потом, где-то к середине 90-х, 95-96 год, начали просто туры на отдых. То есть самые популярные туры, это было, естественно, море, солнце, пляж и, соответственно, погода, которой у нас в Перми очень мало, хорошая солнечная погода. И это по-прежнему главное направление не только в Перми, но и вообще в целом в России, потому что, ну, в северной стране всегда не хватает именно вот этого ощущения тепла. И поэтому, пока у нас климат не поменяется, эти туры будут самые популярные. Поменяется климат? Я говорю, пока климат не поменяется, это, может быть, не произойдет в ближайшие несколько тысяч лет, все пермики будут чаще всего ездить именно в теплые страны, там, где есть теплое море, где есть песок и где солнце светит гораздо чаще, чем у нас в городе. Хотя, может быть, я тут и погорячился, вот есть такие страны северные, как Дания, Голландия, где тоже достаточно немного солнца и погода бывает достаточно неприятной. У них примерно 50 на 50. 50% людей любят ездить именно на море, в Болгарию, в Турцию, там еще какие-то в Испании, в Италии. А остальные предпочитают какие-то путешествия, которые приносят эмоции. Потому что поездки, допустим, в одно и то же место, в одно и то же, примерно, климатические условия, никаких эмоций не вызывает у человека. Человек приезжает, он знает, что вот здесь будет тепло, здесь он ляжет на песок, отоспится две недели, здесь покушает и обратно вернется к себе на родину. Люди, которые уже пережили вот этот момент, ну, будем говорить, в европейских странах развитых, им нужны эмоции. Они должны приехать в ту страну и посмотреть то, что они у себя не видят. Ну, допустим, когда они приезжают в Перми или в Россию в целом, они говорят, ну что, Европа, она вся глобализирована. То есть, везде все одинаково, везде евро, примерно одинаковые магазины, продукты, питание. Большинство людей говорит по-английски, понимает, а приезжают в Россию, здесь, бах, 90% по-английски ответить не может. Уже какой-то барьер интересный, они говорят, вывески, на русском языке, подходишь, смотришь, а что же здесь написано? То ли это магазин, то ли это ресторан, то ли еще что-то. То есть, вот какие-то моменты, которые отличают страну от места проживания туриста, они положительные. Вот говорят, что у нас нет инфраструктуры, поэтому иностранцы к нам не поедут. Не только из-за этого, может быть, даже не из-за этого. Вот иностранцы у нас, к сожалению, мало ездят в Россию, не из инфраструктуры, а, скорее всего, из-за политической ситуации. К сожалению, если вы будете читать... Боятся, что ли? Нет. Если вы будете читать западную прессу, смотреть западное телевидение, то, кто знает язык, то они поймут, что образ России на данный момент создается крайне негативным. Но все равно, что вам предложат, не хотите ли поехать в солнечное Сомали отдохнуть на берегу Индийского океана, да? Ну, вы знаете, что такое Сомали. Нет, не хочем. Или там в гостеприимное Косово, да? Примерно на таком уровне я немножко утрирую и, к сожалению, воспринимает большинство жителей зарубежных стран нашу страну. Вот так вот получилось. Здесь я уже ничего не могу поправить. Совсем скоро, буквально не успеешь отглянуться, новогодние каникулы. Да. Чего порекомендуете и куда вообще стремятся? У меня свое специфическое отношение к отдыху в пиковые сезоны. Не надо? Я вообще говорю друзьям. Конечно же, есть люди, у которых нет возможности, кроме как в новогодние каникулы куда-либо поехать. Да, их все больше. Да, новогодние каникулы – это пик цен, это переполненные аэропорты, это, если вы летите чартером, возможность сдвижки по рейсам. И даже в страну пребывания, в которую вы прибудете, там тоже будет уже достаточно очень много туристов. Ну, если у вас есть выбор и возможность не ездить на Новый год, вот по этим датам, сдвиньте свою поездку. Хотя бы не на самые новогодние праздники, а там на 3-4 января. Потому что у европейцев тоже кончаются каникулы рождественские, новогодние, они обычно 2-3 возвращаются и как-то становятся поспокойнее на любом курорте. Хоть на горнолыжном, хоть на курорте, связанном с пляжным отдыхом. Ну, вот мое такое пожелание, а куда поехать? Ну, в первую очередь, сейчас у нас в Перми достаточно большое количество чартеров, улетающих в теплые страны. В Египет? Да, не только в Египет. В Египет советуете сейчас ехать? Да, Египет, кстати, снова получила разрешение на прием российских туристов, то есть ограничения все сняты, и люди едут. В принципе… То есть цены опять полетят? Нет, ну цены пока остались на прежнем уровне. Вот то, что туристы говорят, что очень свободно, поскольку европейцев почти нет, отели не заполнены, то есть там нет никакой толготни на пляже, не надо рано с утра занимать лежачок, чтобы вовремя где-то там позагорать. Это и есть преимущество, да, в данный момент Египта. Естественно, у нас самое востребованное сейчас направление становится Таиланд. Я посмотрел статистику, еще в 2008 году из России в Таиланд ездило где-то 250-280 тысяч человек. Сейчас уже почти миллион. То есть за последние годы рост количества туристов в Таиланд в пять раз. То есть это, ну, такого роста не показывает ни одна страна. И это действительно то направление, которое стоит того, чтобы туда слетать. Спасибо огромное, Сергей Иванович, вам за очень интересную беседу. Мы вас ждем в следующей нашей программе, где мы поговорим с вами про имидж Пермского края и про то, как видят его иностранцы. Вы смотрели программу «Начной гости». Сегодня мы беседовали... Сегодня мы беседовали с Сергеем Минаевым, генеральным директором компании «Евразия». Всего вам доброго и доброй ночи. Доброй ночи. Субтитры подогнал «Симон»